Сейчас немного вам расскажу про свою книжную литературу. Она у меня находится очень давно. Когда-то я читал и зачитывался. Она, конечно, вид у неё зачитанный. Есть старенькие книжечки. Вот эта книга о содержании птиц, она очень старая, давно она у меня. Это Беме написал. Когда я начинал заниматься птицами, я её читал, зачитывался. Есть хорошие статьи, но в этой книжке много лет уже. Иллюстрации, описания, в доме. Жизнь птиц у нас дома. Вот это перчи, содержание кормления. Здесь про канареек, про попугаев, про лесных птиц. Короче, книги познавательные. Вон там клетки. Вот книженцы. Ерёные. Декоративные певчие птицы в нашем доме. Всё это давно покупалось. Сейчас я их уже не читаю. У меня свой опыт содержания. Здесь в чёмно-белой картинке. Но описания достаточно. Всё, что нужно. Вот мир птиц. Здесь и цветная иллюстрация. Чёрно-белая. Птица в нашем доме. Когда-то я черпал из этих книг информацию. Про содержание кормления. Все эти птицы, все эти книги, вон. 96-й год. 80-й. И раньше. Вот. Апрель 85-го года. Бёме. Дата выпуска. Вот. Птицы в нашем доме. Когда-то это я видел всю книгу, в них погрыз клёст. Она вся прогрызана крестом, бедолага. Было это лет 10 назад, наверное. Такие книги, я думаю, ещё поискать надо. Вот лежат они у меня. Их не выкидываю, как такая история сохранила. Вот книжечка «Перщи птицы дома». 2002-й год она выпускает. Деликатация, описание. Раньше я любил почитать. Что-то выписывал, подчёркивал. Ну, вот ещё домашний уголок. Отложим. Вот книжечка тоже потрёпанная. Зачитаны до дыр. Самые главные полезные советы. Уход за птицами. 2004-го года выпуска. Здесь содержание, размеры клеток туда-сюда. Вот. Певчий птиц. Самое, у меня две такие книжечки, да? Вот это вообще бедолаги. Старые книжки. У меня ещё с детства. Вообще-то, видите, у них ничего не сохранилось. Здесь их две. Ну, вот ещё одна последняя. Поилки, кормушки. Уход за птицами, кормление. Ну, всё, ребят. Всё, что мог, я вам рассказал. На днях появится у меня ещё два вида корма. Ну, может быть, 4-килограммовый пакетик. Я вам покажу его. И что находится внутри. Всем пока. И удачи. До встречи.